Десятое очередное заседание Совета муниципального района Кургазинский район третьего созыва состоялось в районной администрации. Повестка дня заседания включала 11 вопросов. О выполнении программы сохранения и восстановления плодородия почв сельскохозяйственного назначения и агронаршавтов на 2012-2013 годы доложил первый заместитель главы администрации по сельскому хозяйству Александр Нестрогаев. Плодородие почвы во взаимодействии с другими природными факторами составляет основу производительной силы земли, влияющей на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и ее себестоимость. Состояние почвенного плодородия напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Экстенсивное использование плодородия почвы уже вызвало снижение волновых сборов основных сельскохозяйственных культур и усиливало зависимость сельского хозяйства от погодных условий. Анализ оценки динамики изменений качественных показателей земель на основании обследований, проведенных за последние годы, говорит о том, что тенденция снижения плодородия почв и ухудшения общей экологической обстановки ВПК сохраняется и может привести к возникновению кризисной ситуации в сфере ВПК. Предложение о создании муниципального дорожного фонда с 2014 года согласно требованиям российского законодательства озвучила заместитель главы администрации по экономике, финансам и инвестициям Миловша Гумерова. Основные источники формирования муниципального дорожного фонда будут отчисления от акцизов на месте продукты, поступление в виде субсидий из республиканского бюджета, федерального бюджета, на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, и поступление в виде иных межбюджетных транспортов из бюджетности в Украине на финансирование мероприятий по осуществлению дорожной деятельности в границах сельских поселений. Бюджетные сигналы муниципального дорожного фонда будут направляться на содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, также на инженерные изыскания, на межевание земель, кадастровые работы в целях постановки на государственный кадастровый учет автомобильных дорог общего пользования местного значения и земельных участков занимаемых ими, на разработку проектной документации, на проведение экспертиз, а также на представление лишь бюджетных транспортов сельского поселения на финансирование мероприятий по осуществлению дорожных деятельностей в границах сельских поселений. Бюджетные сигналы муниципального дорожного фонда не могут быть использованы на другие цели, не соответствующие их назначению. Особый интерес депутатов вызвал вопрос об утверждении изменений в схему территориального планирования муниципального района Кургазинский район. Произошли большие изменения в нашей общественной и социальной жизни. Многие земельные земли ушли из, как говорится, хозяйственного назначения, не с хозяйственным, распались колхозы, совхозы, появились новые собственники и так далее. Единственное, вот на данном комиссии мы тогда рассмотрим, мы произведем этот вопрос. Мне бы хотелось, чтобы при, как говорится, таких серьезных изменениях, которые будут возникать и не учтенных в районной планировке, дополнительно выносились на сессию с ознакомлением этого. Может быть, вот, как мы уже говорили, строительство больших дорог, которые могут пройти по территории района, это Санкт-Петербург, Китай, там еще. Хотелось бы вернуться, чтобы еще бы рассмотрели схему инженерных, развитие инженерных сетей, это схемы газоснабжения района, схемы строительства, дорога района. Все эти вопросы просто в рабочем порядке, потом мы рассматривали и вносили в качестве изменений. Следующие четыре вопроса повестки дня касались внесения изменений в бюджет Кургазинского района на 2013 и плановый период 2014-2015 годы, отчета об использовании средств резервного фонда администрации за 9 месяцев 2013 года, а также внесения изменений в положение о финансовом управлении администрации муниципального района и утверждения его новой структуры. С хода выполнения программы инвестиционного развития муниципального района Кургазинский район депутатов ознакомила начальник отдела экономики Ольга Алексеевна. Сформирована база данных по инвестиционным площадкам. В настоящее время в базе данных находятся 16 инвестиционных площадок, ведется работа по формированию нового. Составлен фотоарбом инвестиционных площадок, разработаны паспорта инвестиционных площадок, которые размещены на официальном сайте администрации муниципального района. Определены приоритетные направления инвестиционной деятельности в муниципальном районе. В 2011-2012 годах наибольшие объемы инвестиций по крупным и средним предприятиям направлены в сельское хозяйство, в том числе на приобретение машин и оборудования. За отчетный период сельхозпредприятиям приобретено 104 единицы сельскохозяйственной техники на общую сумму 140,5 млн. рублей. На приобретение машин и оборудования значительный объем инвестиций вложены такими сельхозпредприятиями, производственными кооперативами, как имени Кирва, Искра, Ботан. Также солидные инвестиции внедряются в животноводство. Испкарь Искра, являясь участником программы 500 ферм, в 2012 году провел реконструкцию и модернизацию четырех молочно-товарных ферм на общую сумму 96 млн. рублей. За 2011-2012 годы в растеневодство и животноводство государством инвестировано более 138 млн. рублей, которые направлены на приобретение элитных семян, на приобретение маточного поголовья скота, средств химизации и другие. Инвестиции за счет средств местного бюджета в форме капитальных вложений осуществлялись в отчетном периоде согласно программе социально-экономического развития муниципального района, инвестиционной программе в рамках РАИ, а также в прогноз социально-экономического развития. Капитальные вложения направлялись на объекты социальной сферы в соответствии с приоритетами инвестиционной политики. Заключительным вопросом повестки дня стал отчет председателя комиссии по социальным вопросам и охране правопорядка Рожа Павел Борисова о работе своей комиссии. Все проекты решения на заседании Совета муниципального района Кургазинский район были приняты депутатами единогласно. Елена Камска, Владимир Кузьмин. Новости. Субтитры создавал DimaTorzok